всем привет сегодня будет разбор квартиры от застройщик брусника и эта квартира с террасой дорогие друзья аж цельных 104 квадратных метра для семьи трех человек с кошечкой и собачкой поехали дорогие друзья перед нами квартира с террасой ребята с террасой многие мечтают о таком чуде как терраса своей собственной квартире и вот она перед вами застройщик брусника это тот застройщик который практически покорил наш город своими прекрасными жилыми комплексами с зелеными дворами прекрасными мопами и все такое прочее но в общем вы сами все знаете сейчас посмотрим квартиру которые они спроектировали а эта квартира предназначается для семьи из трех человек мама папа ребенок и есть два домашних животных и одно из условий это терраса именно из этой террасы они купили эту квартиру но в какой-то момент пришли ко мне и попросили разобрать данную планировку и придумать что-нибудь еще эдакая ну точнее удобная чтобы им было жить по кайфу они так как им вот предложили в данном варианте который им не совсем подошел давайте разберем что так что не так и как можно сделать лучше но прежде чем я начну подписывайтесь на мой телеграм-канал называется интерьерные встречи там мы каждую неделю разговариваем про интерьеры проводим прямые эфиры а также общаемся я отвечаю на вопросы в общем там много всего интересного и полезного про дизайн подписывайтесь ссылочка будет в описании ну и так перед нами квартира как я уже сказал 104 квадратных метра из которых внимание тридцать один квадратный метр это терраса значит из 104 мы вычили 31 и само жилое пространство которым пользуются круглый год эти ребята она гораздо меньше получается 70 квадратных метров примерно сейчас пройдусь по минусам которые присутствуют в этой планировке которые я исправил и покажу как должно быть заходя в квартиру первый вопрос возникает а куда собственно вешать пальто оставить туфли зонтик шапки шарфы и прочее короче в этом пространстве тупо нету шкафа ну вот так вот предусмотрели проектировщики видимо они планировали этот дом поставить где-нибудь в южных широтах где пуховики не носят но в нашем уральском регионе такого не бывает все-таки нужно куда-то вещи размещать это первый минус идем дальше дальше изломанное пространство но это общая тенденция у всех застройщиков делать какой-то непонятной формы все комнаты поэтому мы грамотные дизайнеры всегда стараемся выровнять пространство сделать комнаты правильной геометрической формы что впоследствии позволит сделать дизайн гармоничным идем дальше из минусов что здесь еще но вот мы идем по коридору такому г-образному и получается что один из закутков вот это вот конкретно место я считаю что это место просто пропадает здесь чуть больше квадратного метра а сейчас квадратный метр в квартирах стоит ого-го сколько 130 150 рублей за метр квадратный поэтому это просто пропавшее место деньги ну и просто нерационально использованное место проходя дальше по квартире мы смотрим на ванную комнату и вот это место меня очень сильно удивило потому что вроде на первый взгляд все есть есть ванна есть унитаз есть раковина но когда мы заходим в эту комнату натыкаемся на раковину и вот это вот пространство как раз таки между раковиной и стеной остается очень маленькая буквально 60 сантиметров как в нем пройти как протиснуться а если будет хозяин квартиры чуть побольше чем я а если сильно побольше то он просто здесь застрянет ребята как вини-пух в своей норе когда-то и будет его любимая супруга оттуда вытаскивать потому что он просто здесь тупо не пройдет я просто дыхаю это ошибки эргономики будем исправлять следующее место которое у меня вызвало ну скажем так мягко удивление это расположение кухонного гарнитура и вообще зонирование этого помещения обратите внимание как кухня разрывается вот этим вот выступом это вентиляционная шахта там скорее всего идут коммуникации этой квартиры конечно этого мы избежать не можем но очень странное решение и внутри в интерьере это выглядит конечно очень сильно нелепо потому что этот прямоугольник он просто рвет на две части кухню и получается что с одной стороны у нас холодильник и мойка а с другой стороны через стену там варочная поверхность с каким-то непонятным закутком и как готовить на этой кухне ну не совсем понятно ну точнее готовить вы будете но это очень сильно неудобно в общем это и визуально некрасиво и физически неудобно что из плюсов можно отметить ну конечно в первую очередь это огромная терраса которая является настоящим подарком на самом деле особенно если вы работаете дома и вам на улицу особо выходить незачем а тут есть терраса прям не надо плестись во двор или в какой-то парк выходи к себе на террасу целых 30 квадратных метров и в принципе сиди загорай отдыхай там грейся чай пей не знаю детей можно маленьких выпустить туда погулять даже собачку маленькую можно на прогулочку выпустить это плюс плюс есть что отдельно постирочно это очень здорово друзья вот прям постирочно отдельно это зачет ну собственно наверное все все остальное стандартно вроде бы казалось что здесь можно изменить а вот я сейчас покажу что здесь можно изменить дорогие друзья итак когда мы приступаем к планировке я лично когда берусь за планировку нужно помнить о трех основных вещах зачем мы это делаем мы это делаем для того чтобы было удобно второе красиво и третье уютно правильно вот из этих основных постулатов исходим и делаем планировку напоминаю это же к брусника квартира с террасой для трех человек итак первое что я сделал это изменил общее пространство и расположение кухонного гарнитура а также мебели и стола и увеличил прихожую за счет того что подвинул вот эту перегородку раньше она стояла вот здесь как бы делая прихожую узкой сейчас я ее сместил в сторону кухни это позволит поставить туда полноценный глубокий шкаф который по глубине равняется 60 сантиметров это значит вы совершенно свободно на плечиках туда поверь свою верхнюю одежду разместите а также остается останется место под обувь шапки шарфы ну и прочее большой двухметровый шкаф вполне достаточен для семьи из трех человек освобождается немножечко места в прихожей идем дальше проходим мы видим окно это выход на террасу она же дверь стеклянная и это очень здорово когда заходя в квартиру мы видим сразу же окно то есть светлое пятно она же еще освещает это все пространство это здорово в предыдущей планировке если вы обратите внимание то две стенки стоят как бы немножечко смещены относительно друг друга так вот для того чтобы выровнять эту ситуацию я двигаю еще одну перегородку вот выравниваю таким образом общее пространство делаю его более понятной правильной формы что для нас является более гармоничным восприятие и не нужно ничего в дизайне мудрить что-то напридумывать каких-то дурацких залипух левых делать чтобы как-то скрыть эту угловатость вот сейчас все нормально теперь общее пространство первое я перекомпоновал кухонный гарнитур теперь он у меня не вдоль стены с этим дурацким коробом сейчас кухня двух линейная с островом по длине она сократилась и вроде бы казалось она стала меньше но нет полезной площади на такой кухне больше потому что есть первая поверхность обратите внимание вторая поверхность и еще третье потому что остров он же глубокий он по глубине не 60 сантиметров а метр то есть помимо основной рабочей поверхности у вас есть еще дополнительная которая там в глубине и вы к ней можете подходить со стороны диван это очень удобно там кстати можно еще и хранение дополнительно организовать и так получается кухонный гарнитур с островом остров я считаю это прям вот самая одна из самых классных вещей в квартире потому что остров позволяет семье собираться вместе вместе готовить завтраки или какую-то пиццу вечером ну и так далее я много про остров говорю и вплоть до того что остров это прям аж семейная скрепа выше понимаете то есть можно объединяться вокруг этого то есть общее дело нас объединяет какое готовка это здорово и так по объему кухня достаточно в углу холодильник вот мы продукты достали положили рядом с мойкой в мойке помыли дальше перенесли где у нас варочная поверхность дальше приготовили ну и и понесли накрывать на стол а вот стол он задвинуть в такую нишу где раньше была кухня абсолютно неудобно а сейчас там очень уютно аккуратненько размещается стол два стульчика лавочка и в уголку что очень полезно есть такая этажерочка но я планирую что в будущем там будет этажерочка на которой удобно поставить ну знаете всякую бутылочку с водичкой для малыша там какие-то специальные не знаю вещи салфетки ну что обычно для маленьких детей нужно под рукой когда вот он сидит и кушает там слюнявчик какой-то не знаю что ну вот что бы мамы молодые подскажите пишите в комментариях что нужно для детей чайник можно сверху поставить хлеб в корзине там не знаю соль перец но в общем много полезного чтобы было под рукой это здорово при необходимости этот стол можно выдвинуть раздвинуть немножко есть круглые столы которые раздвигаются и соответственно приглашать гостей и компании усаживаться за этот стол остается место под диванную группу вполне удачно размещается достаточно большой диван он даже немного угловой я знаю вы любите угловые диваны поэтому здесь сейчас можно вытянуть ноги есть два кресла которые можно поставить не просто чтоб сидеть а дизайнерские например поставить и уже оба у вас дизайн формируется но напротив естественно телевизор не забыл я также про красивый буфет где можно разместить дорогую сердцу посуду бабушкину ну или бутылки красиво расставить ну или как коллекцию чего-нибудь в общем вот здесь вот у нас размещается буфет и так общая зона у нас готова прихожая удобная переходим в приватную часть квартиры там где спальне здесь я тоже все перри начал и самое главное изменение заключается в том что я здесь подарил родителям хозяевам этой квартиры мастер спальню друзья ну она такая получилась неполноценная мастер спальня потому что отсутствует гардероб вместо гардероба здесь есть большой большой шкаф раньше в планировке был гардероб но я его убрал предложил отказаться почему потому что здесь два шкафа по метр двадцать метр двадцать и метр двадцать это 240 на двоих ну все-таки маловато получается сейчас у меня шкаф вдоль всей стены 340 это существенно больше плюс рабочий стол это место где можно посидеть дома поработать если рабочий стол не нужен можно это тоже превратить в шкаф то есть мест хранения очень много плюс увеличилась сама по себе комната а значит больше воздуха и простора зато в моем варианте есть выход в свою собственную душевую это и позволяет сказать что эта комната называется мастер спальни там где родители будут чувствовать себя комфортно и могут пользоваться душевой не выходя в общее пространство это здорово что здесь есть есть душевая кабина я поставил ее в ту нишу где проектировщики от брусники нарисовали раковину которой пользоваться неудобно и где хозяева будут застревать как вини-пух в норке в своей понимаете это все потому что у кого-то слишком узкие двери вот сейчас там душевая кабина она большая есть раковина и унитаз многие скажут это что за ошибка такая напротив входа унитаз когда я сам лично всегда говорю что заходишь нужно заходить на красоту все так все верно я остаюсь уверен этому постулату но расположение здесь стояков воды такое что мы я не мог по-другому то есть унитаз можно поставить только здесь если бы я его поставил там где сейчас раковина это слишком длинный путь трубы слива соответственно вот столько заворотов поворотов это плохо для размещения сантехники поэтому унитаз напротив а чтобы его скрыть нужно сделать его максимально незаметным допустим белым набил на фоне белой стены а вот раковину свободно большую красивую чтобы привлекало внимание ну и плюс еще вот такое расположение позволяет сделать вот этот вот штуку полностью шкаф в котором много-много мест хранения ведь это очень важно предусмотреть много мест хранения в ванной комнаты в том числе ну вот примером мы уже так делали неоднократно так что с остальным у нас получается смотрим детскую комнату я оставил здесь есть кровать маленький стол со стульчиками ну знаете где можно порисовать полепить там с гостями как-то поиграть по полу по полу повозиться есть шкаф есть стеллаж для игрушек и книжек оставшееся пространство занимают у нас детская и она же гостевая ванна и еще часть под стиральную машину как был раньше раньше было два помещения по два с половиной метра грубо говоря одна постирочная вторая это просто туалет с раковиной причем расположение такое что раковина очень маленького размера а большего и не поставить в маленькой раковины как показывает практика но не очень удобно мыть руки ну потому что она вот такая туда ладони банально не влазит вот так было раньше поэтому я предложил увеличить ванную за счет постирочной а постирочная сейчас появилась со стороны общего пространства в виде шкафа и вот эти вот дверки они превращаются в стену мы их открываем там стоит стиралка там еще осталось место под корзину под уборочный инвентарь под химию в общем это большой шкаф такой хозяйственный в котором вот эти все необходимые вещи там находится это очень удобно а вот ванная стала больше она стала правильной формы они вот такой вот с каким-то вот углом и выступом вот эти все углы это просто очень плохо в ванной сейчас появилось хранение это тот же самый узкий шкаф на к внутри которого коммуникации а сверху хранения здесь есть ванна унитаз и раковина и даже какой-то какая-то тумбочка где можно хранить кучу вещей игрушки для ребенка который купается их наверняка много и те у кого есть дети вы знаете что это нужно где-то все это надо хранить вот пожалуйста здесь все это присутствует помимо этого вся мебель и расположена таким образом что она расположена правильно геометрически то есть она находится правильно расположена по осям это симметрия а это значит в будущем гармония в дизайне мы же все преследуем гармонии правда ведь так вот планировка грамотная планировка это залог успеха хорошего дизайна в будущем поэтому всегда пользуйтесь таким приемом рисуйте оси как на них располагается мебель и будет вам счастье красота уют и гармония друзья пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу как вам моя перепланировка как вам идея как можно чуть-чуть легкими штрихами но существенно изменить проживание в этой квартире потому что я всегда говорю планировка это не просто расстановка мебели а это образ жизни это сценарий жизни и я эти сценарии перепрограммирую и делаю гораздо лучше чем они есть изначально поэтому ребята обращайтесь если вам необходимо придумать планировку всегда рад помочь пишите в комментариях ну или находите меня в соц сетях все ссылочки в описании оставлю но на этом все всем пока ставьте лайк жмите на колокольчик чтобы получать уведомления и всем пока да прибудет с вами муза подписаться не забудьте и отправить своим друзьям и знакомым им тоже пригодится это видео все чао